Музыка Так парни, всем привет, с вами Давадым и мы находимся сегодня в кальянной Huka Game 24 а-ля компьютерный клуб на Дубровочке И сегодня у нас уже акцизный продукт М18 Смоу Гранат и у них много чего нового и сейчас мы посмотрим, что же ребята сделали такого нового своим продуктом У меня есть два кальяна, в одном забит киви, в такой вот пачечке симпатичной маленькой и собственно во второй забит ананас уже в пачечке побольше Что-то мне это напоминает, да? Ну вот давайте потихонечку в этом разбираться Так, начнем наверное с самого главного, это то, что М18, а это московский табак Они получили акциз, да, то есть собственно, опа-опа, акциз, все дела, официалочка, как положено, да? А как вы помните, в моем прошлом обзоре банки были круглые, да, а-ля Dove Must Have, Just Smoke и все остальное, да? Сейчас здесь есть такой маленький намек на Daily Hook Соглашусь, да? Согласен, но выглядит это максимально симпатично, то есть да, есть 50 грамм и есть собственно 20 грамм Вот такая вот маленькая пачечка Теперь что касается цен Большая пачка 50 грамм, а-ля примерно вам на скидку скажу, точно не знаю по какой цене она будет в магазинах, да? Но примерно а-ля 200 с чем-то рублей, либо может быть где-то вот-вот-вот, короче, в этом диапазончике, да? А за 20 граммовую, конечно же, примерно где-то 120, где-то вот-вот-вот в этой, короче, территории, да? Да, собственно, давайте посмотрим, что у нас есть в маленькой пачечке, потому что она мне больше интересна Потому что это ровно та порция, которая нужна для чашки, то есть не нужно покупать то, что у тебя может остаться Ты покупаешь 20-граммовую пачечку своего любимого вкуса, например, да? Да, приходишь, вот так, достаешь пакетик, открываешь вот такой пакетоз, там есть 20 грамм И ты просто смело вываливаешь это в чашечку И вуаля, у тебя не остается абсолютно не потекших пачек, не потекших пакетов И просто не остается табак, который тебе, допустим, уже не нужен, либо он тебе не понравился Что касается 50-граммовой пачки, она похожа на Дейли Хуку, да? У нее отрывное название, так же, как и у 20-граммовой пачки, тоже отрывное название Но вот расположено, как оно расположено, мне не очень понравилось То есть здесь, как бы понятно, да? Но эту пачку я очень долго крутил, не мог понять, где же, сука, вкус, блядь, где он, нахуй Куда они его запихали, куда они, а потом только понял, что они его разместили сбоку, да? Теперь, здесь у нас тоже есть такой аккуратный пакетик Есть зубчики, за которые можно открыть, да, вот они как бы есть И по консистенции продукт довольно-таки хороший, очень равномерно жидкий Это у нас Вирджиния И я попрошу вас заметить, здесь есть слово медиум То есть прошлый обзор был на харде Табак был реально покрепче А этот же у нас, я вам сейчас примерно скажу Они как раз успели немного простояться, прогреться Возможно, даже чуть-чуть где-то перегреться сильнее, нет? А вот этот кальян у нас перегрет чуть-чуть сильнее Давайте попробуем и посмотрим, как это все, собственно, будет у нас происходить А, ребята поменяли полностью сырье И это сразу заметно, потому что это линейка медиум И она немного легче, чем хард И она поприятнее Она более стабильная по ароматике И, конечно же, более стабильна по самому восприятию, собственно, вкусов Так, это у меня ананас Я всегда забиваю ананас, когда хочу протестировать какой-то табак Ну, хуй узнать, какой-то у меня вот такой вот фетиш, да, блять? На ананасы Довольно-таки дымно Довольно-таки хорошо А по накуриванию я бы не сказал бы, что он прям сильно так накуривает Накуривает меня, чтобы прям неохота так разложиться, нет А, скорее всего, здесь более такое вот равномерное курение Когда ты просто куришь и наслаждаешься этим вкусом, да? То есть ничего вот большего с линейкой медиум не надо А что касается линейки хард То там немножко игра идет по-другому Немного другие правила, да? Там конкретно ты чувствуешь, что тебя немного начинает поднакуривать А, конечно же, учитывая то, что ребята полностью переделали все сырье в этом продукте То сравнивать уже с тем, что было уже глупо Поэтому мы как бы и переснимаем этот обзор Потому что это финальное уже сырье, финальный акциз, финальные продажи И, собственно, финальная технология, да? Что касается киви Так, сейчас у меня пачка новая, да? Сейчас я по классике сделаю Просто сравню В киви так пахнет, а курица он у нас Ага, прикольно Киви пахнет с пачки Более, знаете, так, немного карамельно-травянисто Курица, он более свеже, кисло, натурально Ароматика не бьет Первые тяги прошли более-менее хорошо Нормально, доступно А я его еще прокуривал до И поэтому могу сказать, что время курения, в принципе, относительно нормальное То есть нет того, что табак очень быстро теряет ароматику Наоборот, вполне держит свою ароматику На протяжении, допустим, грубо говоря, 40 минут Прям вот просто кайф Дальше уже начинается спад Ну, там уже надо просто менять чашку Не будьте лохотронами, да, как бы И не курите одну чашку 2 часа Круто Но ананас все равно более вкуснее Он более насыщенный И более такой, какой-то, как сказать вам Неестественно сладкий и очень приятный Здорово Каких-то таких больших дефектов в курении в данном табаке не наблюдается Но есть все равно парочка таких, грубо говоря, минусов, которые я заметил Это вкусы, которые прям реально, они очень сильно Вот так даже взять, да Они очень сильно, грубо говоря, маскируются на самой пачке И если вот так вот смотреть, то примерно, грубо говоря, в магазине Будет сложно разглядеть, что это за вкус и что в ассортименте у ребят есть Я бы, наверное, скорее всего, выделил бы пачку, наклеечку со вкусом Каким-то более альтернативным цветом, а-ля белым Либо более каким-то насыщенно зеленым Чтобы прям именно вкус выделялся И тогда было бы кайф Допустим, с вот такой вот пачечкой, да, 20-граммовой Вообще, наверное, в магазинах будет очень сложно, что касается именно вкуса, да Разглядеть, что есть, чего нет Потому что дрочить продавца, чтобы он перечислял тебе вкусы И не есть хорошо, и не надо иметь такую привычку Когда вы идете в магазин, вы должны обязательно знать, что вы хотите покурить И, соответственно, у вас автоматом должна быть какая-то альтернатива Не, прикольно, вот он сейчас на такой стадии, когда он не до конца еще раскрытый И потихонечку в процессе курения ты начинаешь понимать, что ананас начинает полноценненько раскрываться И становится как-то более-менее, как сказать, ярче, да Также я слышал, что у ребят есть еще 200-граммовый, а-ля Харека Его цена тоже в районе где-то, наверное, 900 рублей, может быть, чуть меньше Точно не знаю за цены для Хареки, да Точно не скажу, но примерно, ну, не дороже тысячи, вот, стопудово вам говорю Это 200 грамм, это большая банка или упаковка Я ее, на самом деле, вживую не видел, но я о ней знаю, что она есть То есть, грубо говоря, у нас есть три весовых сегмента А-ля 50 грамм для твоих любимых вкусов, которые ты можешь курить часто 20 грамм для вкусов, которые ты не курил, но хочешь попробовать При этом не разориться, да, грубо говоря, 120, а-ля плюс-минус рублей, да И понять, нужен тебе этот табак или нет, а этот вкус И, соответственно, Харека тогда, когда ты уже определился и готов поставить, грубо говоря, в свой В свою кальянную или в свой магазин, да, уже вот прям вот хорошее количество табака Где все это заказать, как обычно, ссылочки у меня в описании Также ребята, я слышал, что они попросили меня о том, чтобы я сказал, что ребята ищут еще дистрибьюторов То есть, кто будет заниматься в каких-то определенных городах данным продуктом То чекайте все, ссылочку в описании, и там, собственно, все будет написано, да Ну-ка вернемся к нашему киви, поменялся он или не поменялся Ну да Киви потихонечку обретает немного другой оттенок На самом деле, я бы не сказал, что это минус, что вкус вот так вот хамелеонит, да, грубо говоря, на фоне курения Прикольный термин Хамелеонит, то есть, хамелеонит, это когда вкус во время курения меняет свою структуру вкуса, да, и, собственно, ароматику Прикольно, надо запомнить, будет, прям в голову чуть прилетело, как хамелеончик Не оставляет, знаете, вот такого едкого привкуса на языке, на гортане, не остается Но при этом остается именно вот такое веяние Это очень прикольно Короче, могу сейчас конкретно, вот, без пиздежа вам сказать, да, и без какой-то проплаченной хуеты, как обычно Что М18, он довольно-таки прикольный, но все же не нужно убирать тот факт, что многие вкусы и многие продукты, они на любителя Кому-то он понравится, кому-то он нет Но попробовать всем однозначно советую Купите вот такую 20-граммовую пачку и просто сделайте для себя вывод Нужен вам М18 или не нужен вообще, да, подойдет он к вашему стилю курения, манере курения и, соответственно, вашим предпочтениям или нет И тогда будет все здорово В принципе, все остальное про сам продукт мы рассказывали уже в прошлой, да, грубо говоря, в прошлом выпуске А тут мы просто говорим, что ребята получили акции, сделали кучу громовок, сделали ребрендинг, поменяли какое-то сырье А теперь они на Вирджинии И то, что у них появилась линейка Medium, которая полегче и которая, наверное, более доступна для общей такой широкой аудитории людей Которые еще до конца не могут курить максимально крепкие вкусы Поэтому, собственно, это М18 Это у нас Huka Game 24, которая находится на Дубровочке Ссылочка на этот кальянный компьютерный клуб, конечно же, будет в описании Так что это Дава Дым, это М18 Всем пока-пока А Субтитры предоставляют the